Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава Евангелия от Луки. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. И вот эта 17 глава, я ее читаю для библейского портала экзегет. Она подводит итог многому из того, что было сказано в 16-е. И там у нас две притчи. Не только две эти притчи, некоторые изречения, но две самые трудные притчи. О богаче и Лазаре ее знают все. И о неверном управителе. Она менее популярна. И там речь идет, конечно, о некотором окончательном итоге. О том, как люди в конечном итоге предстают перед Богом и оказываются либо в благой, либо в мучительной для них роли. Ну, а вот царство, которое придет, вот те проблемы, которые есть здесь, как они связаны между собой. О своим ученикам... У Луки всегда отмечается отдельно, когда Иисус говорит с учениками. О своим ученикам Иисус сказал. «Не бывает так, чтобы обошлось без соблазнов, но беда тому, через кого они приходят. Такому человеку было бы полезнее, чтобы ему на шею повесили каменный мельничный жернов и бросили в море, лишь бы ему не стать причиной соблазна для одного из этих маленьких людей». Имеется в виду дети или простецы. Но поскольку он говорит с учениками, может быть, он показывает на ту аудиторию, которая готова его выслушать, вот это про них. «Следите же за собой. Если твой брат согрешит против тебя, упрекни его, если покается, прости. Если даже семь раз в день согрешит против тебя, и семикратно вернется со словами «я раскаиваюсь», прости его». Смотрите, соблазны нужны, беда тому, кто становится причиной соблазна, но вы прощаете. То есть зло есть, зло – это серьезно, но вы не должны не то что мстить, даже обижаться за зло. И это он требует только от учеников. Если этого требовать от всех, то разрушится система правосудия, всем все будут прощать. Но это вот некоторая уже ступень роста, вот это уже состояние, когда человек что-то больше может делать, чем на базовом уровне. Апостолы попросили Господа увеличь нашу веру. Но, очевидно, они понимают, что с этим не справиться вот в их нынешнем состоянии. Господь ответил, будь у вас вверх это горчичное зерно, очень маленькое зернышко, вы бы велели этой шелковице дереву, вырвив свои корни из земли и пересадись в море, и она бы вас послушалась. То есть абсолютно невозможная вещь. Шелковица, которая слушает, понимает, к тому же она разгуливает и, наконец, растет в море. Это прямо целый набор невозможных событий, но для веры ничего невозможного нет. А вы, говорите, простить брата трудно. Да вы шелковицу бы тут пересаживали одним своим словом. Если у кого-то из вас есть трап, который пашет землю или пасет скот, скажете ли вы ему, когда он вернется домой, скорее садись ужинать? Нет, вы скажете так, приготовь ужин, подпоешься и прислуживай мне, пока я буду есть и пить, а потом сам поешь и попьешь. А благодарит ли хозяин раба, что тот исполнил его повеление? Так и вы, когда исполните, что было велено, говорите о себе. Мы никчемные рабы, мы лишь сделали, что должны были сделать. То есть они, как говорят, вот увеличь нашу веру, мы будем тогда попробуем, как-то нам, может быть, удастся. Он говорит, вообще-то веры у вас нету, и вообще-то даже если бы вы все это сделали, вы ничего бы не стоили, вы никчемные рабы. Зачем он их так унижает? Или не унижает? Или он обращает их внимание на то, что вот, может быть, они себя чувствуют на какой-то более высокой ступени духовного развития, и не случайно, он же с ними отдельно говорит, и говорит им более трудные, менее исполнимые вещи, и, соответственно, они думают, ну да, вот там есть толпа такая темная, неграмотная, есть вот мы, да? Но нет, нет, он, по сути дела, говорит им, не считайте, что вы чем-то лучше. Вот есть фарисеи, которые на свой лад это считают, книжники, то же самое, и вы туда же. Вот смотрите, была бы у вас вера, вы бы могли все. Сделали бы вы все, что нужно, не за что было бы вас благодарить. Да, вот здесь есть какая-то педагогика, причем к людям внешним он достаточно либерально обращается. Да, вот эта история про блудного сына, которому отец прощает все, да? Про приглашенных на пир, это было в предыдущих главах, которые не пришли, так набрали всех кого угодно. Да, вот двери открыты для всех. Но если человек говорит, я иду за тобой, я твой ученик, к нему начинают предъявляться уже совершенно другие требования, и это причем все добровольно. Это вот вы сами решаете, как вы к этому относитесь, да? Но понимаете, что вы вообще должны свой крест взять и нести его для вашего же распятия, а не праздновать свое высокое положение. Ну, сперва, конечно, ни до кого ничего не доходит, но тем не менее вот так это описывается. И тут эпизод, вообще очень мало конкретных эпизодов, где что происходит. В основном у Луки вот такие речи. Зачем же этот эпизод? По дороге в Иерусалим Иисус шел по границе между Самарией и Галилеей. Самария населена враждебным иудеем, народом самаритянами. Когда он входил в одно из деревень, ему встретилось десять прокаженных. Они остановились по одоле и стали громко кричать, «Наставник Иисус, помилуй нас!» Он их заметил и сказал, «Идите, покажитесь священникам». То есть, проблему сразу понял, они прокаженные, тяжелая, заразная болезнь, она еще и делает человека нечистым, то есть, такой человек не может быть частью общества, он должен даже других людей отпугивать, когда вот он ходит и кричает, «Я нечистый». Они так и сделали, и пока шли, очистились от проказа. А священникам нужно показаться, потому что Моисеев закон, книга Левит требует определенных ритуалов для после очищения от проказа засвидетельствовать. И они идут показаться еще прежде, чем они очистились. Но они идут, понимая, что они очистятся. Вот к вопросу о вере. Можно ли очиститься от проказа силой мысли, силой духа? Да, если вера есть. «Один из них, увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, он упал низ к ногам Иисуса и благодарил его, а был этот человек самаритянином». То есть, вот тем самым враждебным, да, представителем враждебного иудеям народа. Иисус на это сказал, очистились ведь 10 человек, не так ли? Где же остальные 9? Никого больше не нашлось, кроме этого чужака, чтобы вернуться и прославить Бога? Вот, смотрите, получается, что только самаритянин, он сказал спасибо. И опять вот это переворачивание, как старший сын и младший сын, который блудный сын, да, переворачивается. Это иерархия изначально заданная. А с другой стороны, он, наверное, не пошел в Иерусалим, потому что он самаритянин, и ему это все не годится, да? Вот он не может в Иерусалимском храме быть, это его религия запрещает, да и там его не примут. Вот эти барьеры, которые тогда были межконфессиями, межрелигиями. И получается, что как раз его такая как бы вторичность, его недостаточная религиозность приводит к его благодарности, к личной благодарности, к личной благодарности Иисусу. А ему Иисус сказал, поднимись и ступай, вера твоя тебя спасла. То есть это он сказал только ему, остальные тоже очистились, но вера твоя тебя спасла, и это звучит только по отношению к нему. Иисусу был задан фарисеями вопрос, когда придет Царство Божие. Вот конкретные люди, вот столько он о нем говорит, уже пора, наконец, обозначить. На это он им ответил, Царство Божие придет, но неприметно. Не скажу тогда, вот же оно или вон там, Царство Божие, оно посреди вас. Ну, или вариант перевода, внутри вас. Посреди мне нравится больше, потому что как раз вот этот смысл общины, которая собирается, да. Вот внутри это у каждого конкретно внутри, каждый сам лично решает. А посреди это значит, что когда вы вместе, оно посреди вас. А ученикам Иисус сказал, наступит время, когда вы захотите застать хоть один из дней Сына Человеческого, но не сможете. Скажут вам, оно здесь, или вот же оно. Никуда не ходите, ничего не ищите. Словно молния, чье сияние озаряет небо от края до края, таким явится и Сын Человеческий в свой день. Но сначала он должен претерпеть много страданий и быть отвергнутым этим родом людей. Вот Фарисеям, он говорит, по сути, одно, что Царствие не приходит, как некоторое отдельное от вас явление, оно либо внутри, посреди, либо его нет. А ученикам он говорит, вот вам скажут там или здесь, не ходите, не верьте. То же самое, но с другими акцентами, да. И сначала страдания, сначала отвержения. Как было во дне Ноя, точно так же будет и во дне Сына Человеческого. Тогда люди ели и пили, женились и выходили замуж. До того самого дня, когда вошел Ноя в Ковчег, а нахлыкнул потоп и всех погубил. Так же было и во дне Лота. Ну, Ноя – всемирный потоп. Лот – это Содома Гоморра, которые были уничтожены. Ели, пили, продавали, покупали, сели и строили. Но в день, когда Лот ушел из Содома, пролились с неба огонь и серы, и всех погубили. Все тоже будет и в день, когда явится Сын Человеческий. То есть, внезапно. Вот получается какая-то полная противоположность. Ферисеем он говорит, это все внутри вас или среди вас, то есть, как бы вот оно уже есть. Ученикам он говорит, это придет абсолютно внезапно, вы даже сами не будете понимать, когда, но этого нельзя будет не заметить. Два противоположных смысла. Но, смотрите, ведь если фарисеи, собственно говоря, этому царству не причастны, то оно должно зародиться среди них, чтобы оно когда-нибудь для них пришло. Если ученики ему уже причастны, то они ждут того момента, когда оно полностью раскроется в земной истории, когда оно явится видимым образом. И этот момент, конечно, настанет. Все тут же будет и в день, когда явится Сын Человеческий. Царство и Сын Человеческий – это же не синоним, это близкие понятия, но это не совсем одно и то же. И царство уже сейчас и здесь, но приход Сына Человеческого – это отдельное событие. Кто в тот день будет на крыше дома, а все его вещи внутри, не спускайся их взять. И кто в поле, тоже не возвращайся обратно. Помните о жене Лота. Она, уходя из Содома, оглянулась назад, но на свой родной город, на родных и близких, которые там оставались, и превратилась в соляной столб. «Кто постарается сохранить свою душу, тот ее погубит, а кто погубит ее, тот сохранит ее живой». Выглядит как абсурд. Но вот человек либо сберегает, сохраняет, щадит и теряет, либо, наоборот, готов пожертвовать, но тогда-то он и сохраняет это. «Говорю вам, то и ночью будут двое на одной кровати, одного возьмут, а другого оставят. Будут две рядом молоть зерно, одно возьмут, а другое оставят. Двое будут в поле, одного возьмут, а другого оставят». Кстати, здесь можно двояко понять, что либо одного возьмут, а другого оставят, имеется в виду, возьмут царство, а другого оставят, либо возьмут, вот как-то его уничтожат, а того оставят жить на этой земле. Мне кажется, первое понимание предпочтительнее. То есть он будет взят из этого мира. В ответ его спросили, где это будет, Господи? Уже понятно, что вопрос, когда ответа нет. Но хотя бы где? В Иерусалиме, наверное, начнется. Он ответил, где есть труп, туда орлы соберутся. Как бы это про Иерусалим, намек. Ну, что это такое? Возможно, это какая-то поговорка. У нее есть практический смысл. Когда в поле лежит мертвое тело животного или человека, то там собираются встревятники. Ну, клюют это тело, поэтому издалека видно. В какой-нибудь такой пустой местности. А с другой стороны, орлы – это символы римских легионов, их знамена. И, возможно, идет речь о том, что будет некоторый труп, мертвое тело. Возможно, указание на смерть самого Иисуса. И там, где это произойдет, там соберутся римские легионы. Это тогда предсказание о разрушении Иерусалима, которое последовало в 70-м году. В том же самом месте. То есть, осада Иерусалима проходила буквально там, где совершалось распятие. За стенами Иерусалима стояли римские легионы. Но не такая даже и разница в этих двух толкованиях, потому что они спрашивают, где. Им хочется точку поставить на ментальной карте какой-то. Вот это будет именно там. Он говорит им, смотрите, этого не заметить будет невозможно. А с другой стороны, что вот там, где происходит это трагическое событие, где происходит смерть, там, конечно же, будет и что-то такое, что заставит буквально все пересмотреть, все иначе увидеть. И вот эта вот смерть, она сама наведет на этот город Орлов, который его разрушит. Не потому что это будет наказание, а вот в каком-то смысле это будет приход царствия для Иерусалима, который не узнал своего посещения, прихода своего Мессии. И тогда, да, будут двое молоть одного, две женщины будут молоть, двое человек будут на поле, одного возьмут, а другого оставят. И, собственно говоря, вот это разделение, оно будет ясным тогда, но люди уже сейчас, выстраивая свою жизнь, и духовную, и физическую, они могут задуматься о том, в какой части они окажутся тогда, когда придет сын человеческий, или что прежде того, когда будет разрушен Иерусалим, здесь еще нет какой-то вот временной дистанции между этими событиями. Это как будто почти одно и то же. Ну, потому что это событие из одной серии, это про то, что вот старый мир рушится, и возникает какой-то новый, и это бывает вот настолько разнообразно. Ну, и дальше, конечно, вот здесь уже намек на Иерусалим есть, и дальше продолжается движение Иерусалима. Он все ближе к Иерусалиму, и все больше об Иерусалиме говорит, и, соответственно, все напряжение это противостояние. Субтитры создавал DimaTorzok